Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про нашу столицу. Несмотря на то, что ролик называется «Москва-центр», речь пойдет не о глобальной политике, а о, скорее, нашей местной локальной. На протяжении всей жизни я обрежал высказывания, относительно того, что москвичи — это исключительно зажравшиеся богатые люди, которые привозны от себя над другими и которые считают себя круче, чем жители других городов России. И, отчасти, в этом виноваты, конечно, сами они, потому что те, кто живет в Москве, действительно, иногда ведет себя занучшего, иногда ведет себя пафосно, излишне лицемерно, но это не отражает реальное вложение вещей, которые нужно пояснить, чтобы не было иллюзий. Итак, если кто не знает, Москва — это самый дорогой город в мире. Так, по крайней мере, было недавно. Цены, которые растут, о повышении всех абсолютно платежей, тарифов, в первую очередь вырастают в Москве. Жилплощадь в Москве самая дорогая. Услуги жилищно-коммунального плана также самые дорогие. Надо сказать, что такая мелочь, как, скажем, бутылка кока-колы в Москве может стоить очень дорого, порядка 500, а то есть 1000 рублей. Естественно, речь идет о клубах, но… о клубах, кафе, но все равно. Это все делает Москву крайне дорогим, неприятным в финансовом плане городом. Отдельно надо сказать про отели, которые также являются очень дорогими. Отдельного разговора заслуживают парковки, места для которых вообще практически отсутствуют в свободном использовании. Все парковки абсолютно платные и деньги за них требуются просто нереально. Ну и понятное дело, что отдельной статьей идут пробки, пробки, которые, масштаб которых просто зашкаливает в последнее время, особенно так как в центре Москвы движение всегда трудное, всегда очень тяжелое. И это при том условие, что власти, правительство поддерживает лишь только центр Москвы. На краях Москвы стоит настоящая разруха. В так называемых домах старой Москвы и старого города также стоит разруха. Точно так же, как и в других городах России, многие дома в Москве нуждаются в ремонте, но никто этого не делает. Вместо этого средства направляются на постройку Москвы-сити и на возведение вокруг этого, вокруг элитных районов, инфраструктуры. Люди, которые живут в Москве по большей части, выживают. Кроме, конечно же, ну, больших, кроме, конечно же, жилищных людей, которых у нас немного. Как известно, в одной же стране средний класс отсутствует. Это значит, что есть либо богатые люди, либо бедные. И у нас, именно в Москве, по большей части люди выживают. Все это, все очень сказанное позволяет сделать вывод, вывод о том, что Москва – центр лишь финансовых средств, которые поступают туда в качестве объекта действий правительства. Москва выступает, безусловно, центром политических сил, но эти политические силы являются обособленными. Понятное дело, что общей связи с народом у них нет, общей связи с жителями Москвы у них тоже нет. Нужно сделать договорку, сказать, что сам я в Москве не живу, но пропитка московская имеется, и, конечно, некоторые приятные бонусы, такие, как, например, бесплатное посещение врача в случае чего-то и так далее есть. Но все это мерзнет по сравнению с ценами, которые в Москве просто невозможно. Наличие в городе власти, наличие в городе сосредоточия всего в рамках страны, информационного, финансового и политического потока не делает город лучше. Наоборот, подобная территория наиболее часто испытывает на себе такие, ну, скажем так, нелицеприятные для обычных людей события, как, например, перекрытие дорог, когда нужно проехать к каким-нибудь представителям министерства или власти. Единственное, милиции, ну, сейчас уже полиции, прошу прощения, которые также понимают, что в Москве всегда должно громадное количество автомобильного потока просто злоупотребляют своими обязанностями. Понятно, что злоупотребляют везде, но именно там они злоупотребляют больше всего именно в силу возможности этого делать, вот. А что сказать в итоге? Если вы едете в Москву, чтобы жить, то вы, безусловно, выбрали самое лучшее для этого места. И по экологическим характеристикам, и по финансовым характеристикам, и по инфраструктурным это не самый лучший вариант. Да, конечно, магазины, может быть, и поблизости, да, конечно, в этом в плане обслуживания, там может быть все хорошо, но превыше перечисленные нюансы позволяют говорить о превалировании негативных моментов над позитивными-позитивными. Если вы едете в Москву для того, чтобы делать карьеру, то, безусловно, именно карьера, она в Москве наиболее благоприятна, потому что все-таки близость к верховным органам, что все верховные органы всех властных структурных столицы, вот, близость к ним совершенно, ну, помещают вероятность того, что у вас получится реализовать ваши карьерные амбиции, но никакой честности, никакой истинности, ни каких-то нормальных, здоровых отношений, конкурентоспособности, речь в Москве не идет. Все там исключительно решают деньги, все там исключительно решают личные связи, и уровень вашей, не побоюсь этого слова, подлости. Возможно, для многих, тут я сказал, не является чем-то новым. Возможно, многие это знают. Основная проблема включается в том, что люди, проживающие в других городах нашей страны искренне верят, что москвичи – это какая-то особая каста людей. На самом деле, на самом деле, не нужно и не стоит создавать такие люди. Возможно, связано это с тем, что люди сами хотят, чтобы была какая-то каста людей, возможно. Но это не делает москвичей действительно какой-то обособленным слоем населения. Если говорить о характеристике людей, проживающих в столице, то можно сказать так, что это люди, которые в наибольшей степени по отношению к всей стране дают большие деньги. Не потому что они жарны изначально, нет, а потому что в Москве без денег, без нормального обеспечения попросту не прожить. И те, кто это понимает, а они в этом варятся, прекрасно знают это, и, соответственно, их мышление ориентируется исключительно на деньги. В других городах, безусловно, также растут цены, безусловно, повышаются тарифы услуг и пробки, и случаются, конечно же, но все это происходит в меньших масштабах, все это происходит более, точнее менее заметно для человека. Муниципальные власти, региональные власти больше ориентированы на людей, потому что понимают, что у них нет верховных властных структур. И если они не будут хоть как-то отвечать воле народа, то их очень быстро потесняют. Потому что выборы в региональных регионах всегда более демократичны, чем выборы в центральном округе. Это тоже факт является общим призмом. И если не брать в расчет образовательного учреждения, если не брать в расчет перспективы карьерного роста, и говорить именно о возможностях проживания, о соотношении цен, заработка и прочего, то для сохранения нормального уровня бытия, для ориентации не на финансовую сторону, а на нормальную, то есть это моральное, досуговое и прочее, то по соотношению выигрывают безусловно все-таки регионы по сравнению со столицей. У столицы есть шар, безусловно. У столицы есть очарование центра страны. У столицы есть все атрибуты властных структур, и верховных органов. Но нет, у людей нет понимания того, что вот эта вот внешняя сторона всего лишь ширма, и что высокие цены ничем не оправдывает. Что наличие властных структур, оно лишь только усиливает влияние порученных качеств на жизнь людей, на их выбор, на их поведение, на их решение. И что если в других городах, если в области даже, можно увидеть на лицах улыбку, можно встретить какое-то понимание, можно прийти на помощь, можно просто поговорить, что в столице наиболее высок процент людей, которые ни на кого внимания, кроме себя, не обращают. Они думают только о себе. И это, опять же повторюсь, не их вина. Это вина именно столичной. Столичные люди именно такие, в силу, так сказать, особенностей города. И потому называть Москву центром, я бы не стал. Называть Москву сосредоточием, вот, того, что я говорил ранее, да, возможно, но центром нет. Вообще, я придерживаюсь того мнения, что центр, он везде. Страна, это там, где мы живем. Люди, вот что определяют наши страны, не город, не территория, где они проживают. И даже если в каком-то городе богатых людей больше, то эти богатые люди никак не характеризуют жителей всего города в целом. А люди никак не характеризуют город в целом. То есть, понятно, что именно люди составляют население, но то, чем занимаются люди, то какое основное назначение города и определяет в итоге их поведение, их решение, их менталитет. И поэтому, когда человек говорит, что он из Москвы, и он кичит с этим, и откровенно ставит себя выше других людей, то этот человек глупый. Это человек, страдающий иллюзиями. Это человек, который не понимает, что само по себе проживание на территории не делает его выше никаким образом. А принадлежность его определяется всего лишь собственностью, жилой собственностью. То есть, фактически местом проживания, то есть, жилое помещение. И все. То есть, вот если жилое помещение будет продано и куплено в другом мире, то человек автоматически представит быть москвичом, и он становится уже там жителем другого города. И что он меняет свою касту? Он меняет свою принадлежность? Нет. Как не меняется его менталитет, и не меняется его мировоззрение. Поэтому не стройте иллюзии, не поддавайтесь на провокации. Люди везде люди, и только по их месту проживания не стоит делать о них выводы. Даже если большое количество людей привязано непосредственно к географическому положению проявляют какие-то схожие элементы поведения. На этом все. Спасибо, что вы услышали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду рад комментариям. Всем пока и до новых встреч.